В обычные дни переулок вице-адмирала Жукова больше похож на парковку. Все заставлено машинами и пешеходам практически ничего не остается. Но одесские урбанисты уверяют, это место может выглядеть совершенно иначе. На время акции все автомобили из переулка уберут. Для них уже нашли новые парковочные места на соседних улицах. Переставить свои машины владельцы должны будут вечером в пятницу. Кто не уедет, того заберет эвакуатор. Это будет два дня, когда мы попробуем запропоновать жителям альтернативу, альтернативу, какой бы міський прострел мог быть. Потому что, как мы знаем, сейчас там парковка, а в смысле в месте комфортно для людей так не должно быть. Урбанисты разрабатывали проект около года. Получали все необходимые разрешения от разных инстанций. Во время акции будут дежурить полицейские и не пускать авто в переулок. Главная загвоздка в летней площадке одного из кафе, говорят организаторы. Она полностью перекрывает обзор с улицы Дерибасовской. Сейчас эту проблему пытаются решить. Также мы со своими коллегами с департаментом муниципальной безопасности, управления торговлей отрабатывали вопрос с торговыми сетями, для того, чтобы не было на пешеходной части столиков, для того, чтобы люди могли комфортно идти. По словам самих урбанистов, большинство улиц в центре города используются неправильно. Мало так называемых зон притяжения. Люди не хотят проводить время на улице. Эксперимент Сокупай-Жуково должен сделать переулок привлекательным, в первую очередь для местных жителей. На этой улице также, помимо всего прочего, должны установиться некие правила. Правила между коммерцией и правила между жителями. О погрузке и выгрузке грузов, о тишине на улице после определенного времени и так далее. Их есть ряд правил. То есть сейчас есть такие недомолвки между жителями и бизнесом. Сейчас активисты наводят последние штрихи – красят табуреты. Их в переулке поставят около 70. Причем мебель специальной формы. Из нескольких сидений можно выстроить целую скамейку. А после завершения акции урбанисты хотят организовать круглый стол с участием чиновников, одесситов и предпринимателей и решить, делать переулок пешеходным или нет. Юрий Гальченко, Дмитрий Боровецкий, Первый городской.